все вот пошел нас народ окей всем привет меня зовут миша сувор для тебя кто не помнит сегодня наш пек йога у нас всего полчасика поэтому давайте быстренько поехали у нас новая водичка полотенца все что нужно встаем в стоячую шавасану носки вместе пятки сантиметры 5 привет спасибо сердечки сантиметров 5 брось копчик подгибаем как наши поза всадника чуть-чуть спрямляем поясницу грудной отдел позвоночника управлять прокручиваем плечи вперед верно вверх назад одеваем их на суставы открываем ладошки к небу через макушечку тянемся вверх так встаем чуть-чуть закрываем глаза настраиваемся на практику о чем-то хорошем можно подумать сейчас но только про себя и в созидательном ключе не отрицание и не про других людей про себя и в созидании что-то хорошее какое-то намерение какое-то желание заложите сейчас внутрь себя в район солнечного сплетения почувствуйте где вас солнечное сплетение энергетической . вот туда свое желание положите аккуратненько поморгайте глазки откройте некоторые могут закрытыми глазами начать вдох руки вверх гора выдох детский прогиб у нас а из солнечного сплетения вверх тянемся вверх гора и выдох пошли в первый слой складку прямой спиной помните идем лопаточки вместе вперед 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 сгибаемся пока в идеале у нас пальчики не достанут до не стараемся свалиться одержим спинку и аккуратно спускаемся такой горечкой под углом 45 градусов пока пальцы не встали на землю когда пальцы встали на землю прямая спина все уже чувствую что здесь все у нас где брюшная полость легла на бедра здесь выдыхаем до конца сгибаемся на вдохе столик лопаточки с вами вместе тоже под углом 90 градусов и на выдохе обратно падает вниз здесь полностью ослабляем можно выглядеть коленочки вот так вот поочередно либо чуть-чуть влево вправо по скручиваться как удобно почувствовать это первая складка дня сегодняшнее наше занятие поэтому аккуратно так с удовольствием себя не на силу и на вдохе поднимаемся вверх молодым поз здесь мы ноги на ширине плеч плотно провели друг другу плотно взяли желаем руки вперед прокручиваем тоже наши плечи вверх и назад и вдох здесь и на выдохе постепенно идем вниз и при этом поднимаемся на носочки то есть наша задача это чтобы у нас бедра стали параллельно полу чтобы сели как на стул на носочках стоим и сидим не заваливаемся не садимся вот так вот а параллельно держим бедра земле и руки нас параллельно земле спинка в идеале перпендикулярно и вот здесь есть и просто вперед смотрим и все время и джейн брыз дыхание практикуем через нос и с улыбочкой с небольшой и на следующий вдохе не спеша потихонечку 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 поднимаемся назад максимально носочки встаем и на выдохе опускаемся вниз окей теперь у нас вдох вверх наверное так лучше будет показать правое колено мы поднимаем вверх а простите стоим на выдохе правую руку под левую ладошки вместе так перекрещиваем так нужно показать смотрим взгляд через ладони под углом 45 градусов землю на вдохе поднимаем кто-то спрашивал рыбу про балансирование мы левую стопу плотно ставим на землю голеностоп коленка бедро у нас идут вместе и тогда мы стоим балансируем правое колено вверх и на выдохе мы его скручиваем за левую крузовую правую стопу если получается если не получается можно любую такую модификацию так чтобы вам было удобно и делаем эту скрутку у нас это очень хорошая компрессионная скрутка для кровообращения для лимфотока и здесь сидим немножечко смотрим через ладони взгляд устремлем как бы сквозь ладошки в пол под углом 45 градусов спинку стараемся держать прямо вот так наверно лучше видно и сидим это поза орла здесь сидим немножко и настоящему духе поднимаем вверх и на выдохе пятки назад именно пятку отводим назад и тогда у нас руки сами хотя бы спрямиться видите как бедра легли бедра встали перпендикулярно земле сквозь называется мы их как бы на ногу надели руки держим скрещены компрессию продолжаем руках и на следующем выдохе раскручиваем руки пальцы перекрещиваем указательный палец вперед указательный пальцы и и на следующем вдохе хопа и растянулись букву т и здесь висим пару вдохов на следующем вдохе поднимаемся вверх и меняем руки теперь у нас левая прошла под правую смотрим также через ладони правую ногу строимся фундамент ногу ваш мягкий стоп колено бедро переносим центр тяжести на правую сторону вдыхаем левую колено вперед и на выдохе садимся в позу орла все здесь создаем компрессию скручиваем если мы с позы вываливаемся мы просто возвращаемся уже вас она в том месте где мы на ней вывалились и здесь сидим спокойненько я подпрыгиваю чтобы вам виднее было а вы на одном месте стоите здесь продышали классно и на вдохе колено поднимаем и на выдохе пятку назад буков пути пока вытягиваем пока хопа нас бедра не повернулись перпендикулярно земле и мы почувствовали что мы устойчиво стали и старайтесь еще заниматься без кондиционера в теплом помещении потому что во время периода очень полезно потеть это детоксификация такая на следующем вдохе раскручиваем руки пальцы вместе указательные вперед и на выдохе вытягиваемся буковку т здесь висим пару дыханий и и на следующем вдохе вверх раскручиваем руки ставим таяющую шавасану здесь мы еще сделаем наклон вдох гора выдох детский прогиб солнечное сплетение вверх вдох вверх выдох прямыми руками идем вниз пока руки не коснуться земли с прямой спиной под 45 градусов стали здесь можно выдохнуть расслабиться вдох столик лопатки вместе свели выдох ладошки так делаем и такими лодочками их под пятки подставляем наступаем на руки и выдох упрямляем ноги а тело сама делать все остальное макушка вниз не лбом стараемся голенем а макушкой вниз здесь висим этой позе расслабляемся тело гравитации сами делают на следующем выдохе вынимаем руки и на вдохе идем вверх в горы отлично теперь на выдохе руки вниз на вдох правую руку правую коленку извините вверх вдох гора надо ноги выдох обхватываем не за пятку а за середину стопы стараемся не задирать вот так и не уходить вниз здесь нужно чтобы бедра у вас было максимально параллель земле и голем 90 градусов бедра кому кто хочет больше такую более сложную модификацию поднимаем ногу вот так вот кому хорошо здесь сидим вот здесь на самом деле если вы доводитесь у вас ну да то есть до того станет когда вы чувствуете что он немножко сложно вы получаете выгоду и в любой модификации вдыхаем раскручиваемся наверх колен поставляем на выдохе колени вместе обхватываем не снаружи большим пальцем вниз а изнутри большим пальцем вверх под середину стопой он как бы ложится как анатомически тоже так было придумано на вдохе левую ладошку в направлении к стене вперед и на выдохе не изгибаемся а ногу начинаем правым голеностопом давить в правую руку и тогда у нас нога она же не может длиннее чем рука пойти на начинает вверх тянуться и мы сами складываемся смотрим через левую руку вперед и уходим в позу стоящего лука у нас получается ноги как древко а рука как стрела и через левую руку смотрим вперед здесь пару циклов дыхания если вываливаетесь из позы просто возвращайтесь не корите себя не вините не чертыхайтесь а с улыбочкой дышим через нос и на вдохе вверх идем раскрутились ножку поставили на выдохе стоящий сапка шавасана то же самое зачем я раскручиваюсь дыхаем вверх левое колено вверх и на выдохе пошли вниз обняли себя за середину стопы не за пятку не за носок мы как бы ставим как как стремя ногу бедро желательно параллельно земле а голень желательно перпендикулярно земле и бедру тоже здесь модификации сидим вначале кому нужно застремляется вперед ну вот но не нужно себя насиловать должно быть в кайф и такое приятно немножко нагрузка для тела и на следующем вдохе поднимаемся вверх руками коленки вместе обхватываем изнутри не снаружи а изнутри пальцем вверх большим на вдохе вытягиваем руку ладонью вперед и на выдохе толкаем левую голеностоп ногу пытаемся разогнуть она не разгибается назад потому что рука короче чем нога и поэтому никуда не остается кроме как саму себя выпихивать вверх и за счет этого чтобы компенсировать ногу идущую вверх вы автоматически сгибаетесь в бедре в забедренном составе и смотрите через правый указательный средний палец и через него прям вперед смотрите балансируйте бедра желательно чтобы перпендикулярно земле встали здесь висите и на следующем вдохе раскручиваетесь вверх отличный выдох стоящая шавасана вдох гора выдох детский прогиб из солнечного сплетения вверх грудной отдел позвоночника прогибаем не поясничный вдох гора выдох идем вниз уже быстрее это у нас уже не первая складка тут можно быстрее сидят вдох столик выдох пошли вниз ладони плашня большие пальцы даже не указательный пальцы вперед смотрят а где-то между большим указательным такую вперед уходит удобно ладони развернули оттягиваем назад то же самое плашня стопы ставим на землю и тогда у нас к забедренном составе получается 90 градусов угол лопатки своем вместе макушки тянется вперед и у нас собака морда вниз первая собака морда вниз это очень важно анатомически на живот подтягиваться внутренние органы первых собаку морду вниз может побольше повесеть пару циклов вдоха почувствуйте кого с если правильно встали здесь сложились 90 градусов у вас все внутренние органы сразу подтягиваются внутрь подробнее подробнее пространство вдох пятки вверх выдох лоланч прокручиваем 1 у нас слева стопа идет под углом 45 градусов и рука видите так прокручивается костницы ворот хопа у нас первый войн сам собой получился грудь открыто сюда через руки растягиваемся как бы ладонями будут у нас растаскивают сторону и смотрим через правую пальцы вперед вдох здесь поворачиваемся ладонями вперед и выдох перевернутый треугольничек теперь смотрим через левую руку вверх там немного модификации о периодом треугольника но мы в этой если нам комфортно еще вдох здесь выдох еще вдох и на выдохе 2 либо сюда ножка спасибо сердечки ручку на ногу налево либо сюда на бедро удобные так напокоиться и через правую руку вот здесь натяжение создаем через правую часть тела отлично и на вдохе звездочка вперед пятки внутрь носки в рост и звезды встали вдох выдох просто удобный пойдем руки на бедра пальцами вниз лопатки чуть сводим вперед макушкой тянемся вдох тянемся через спину и выдох левое плечо пошло вниз правый наверх позвоночник и скручивается и вдох макушку вперед выдох правый плечо вниз вдох макушку вперед левое плечо вниз и еще раздох макушку вперед и правый плечо вниз все лица от меня жарко к жаркой хорошо во время вдох звездочка наша и выдох хопа вернулись первого воина на вдохе солнцеворот вниз пятку правую вверх и выдох собаку мордой вниз на вдохе пятку вверх левую выдох ланч и на вдохе пошли снится ворот наш правая стопа у нас тоже легла на землю под углом 45 градусов вперед смотрим здесь желательно 90 градусов в колене левом грудь вперед грудная клетка раскрыта руками растаскиваем себя в стороны руки параллельно земле смотрим через левую руку бесконечность не стенку отдать бесконечность горизонт здесь ладошками вперед выдох перевернут треугольник тут видите смотрите не так а вот бедро сама открываться вся правая страна прямую линию и смотрим через правую руку вверх вдох здесь и выдох прокрутились во второго воина тоже стараемся держать угол максимально близкий 90 градусов в колене левую часть тела растягиваем вдох наши звездочки любимая выдох смотрите теперь носки вместе руки в тип в буковку т и вот так вот грудью то есть лопатки вместе идем идем делались василий сердечки дел вниз с прямой спинке до самого конца пока макушка выделите под углом 45 градусов не начнет смотреть в землю и здесь когда уже дошли до своего максимума на сегодняшний день выдохнули и руки до конца отпустили можно просто руки как грузик повесить уже спину расслабить скруглить можно себя схватить за внешнюю сторону стоп и на руки немножко наступить это поможет вам более глубоко вот вас вы знаете здесь просто дышим немножко пара цикла дыхания в каждой асане когда вы встаете правило чувствуете что вас брюшная полость подтягивается в межреберное пространство там где положено быть не на выболку а внутри и с каждым вдохом тянемся через макушку и с выдохом сгибаемся немножко больше на следующем вдохе поднимаемся вверх и на выдохе возвращаемся нашего первого воина левая стопа пальцами смотри вперед правая стопа пальцами смотри под 45 градусов грудь открыта пальцы растянуты и на следующем выдохе мы идем вниз и на вдохе левую пятку вверх на выдохе ставим ее вниз собакам воды вниз смотрим при собаке морды вниз мы смотрим как бы немножко так себе между колярами таким углом чтобы макушку вперед тянулась и на следующем вдохе либо подпрыгиваем либо подходим к рукам выпрямляемся в складку так вот верстикально стоя и постепенно помните позвоночек за позвонком начинают поясницы вверх 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 как бы строим свой фундамент строим свое основание один позвонок на другой одеваем и шейные позвонки в самую последнюю очередь раскручиваются и в самый последний момент голова встала вверх и все мы вернулись в позу стоя последнюю причем как мы вообще по первым можно чуть-чуть попить воды полотенцем тереться такая детексификация очень полезно для тела здесь нас последняя стоять и поздно осталось мы вдыхаем руки вверх помните на левой ноге строим свой фундамент плашмяток ставим ее голеностоп коленка бедро все вместе перенесли вот мы встали нам же не важно по массам будем делать мы стоим достаточно устойчиво и последний момент пятку с обнимаем правую стопу за внешнюю сторону и так приподнимаем в пах укладываем у кого укладывается не насилуйтесь а если не укладывается сюда на коленку ну так скорее всего же все могут сделать вот это конец как полу лотус понимаете вложите сюда пяточку и все она сама стану либо стоим держим и вы поднимаем руки сюда то может со вздохом это стоячий дерево называется стендинг 3 мизинчики к себе витя не так руками а вот так у нас сразу лечь правильный честов правильный поворачиваться и грудная клетка раскрывается сердце легком и в течение дня сутулимся а во время люди мы это все скрываем полезно продышали здесь пару циклов и спокойно на выдохе ветки опускаем свои руки и придерживаем здесь чтобы все ничего не порвать и стянуть и стряхи спасибо эти сердечки ножки стряхнули теперь на правую ногу переносим спасибо большое переносим свое без тела стали устойчиво на правую ножку и то же самое здесь на вдохе подтянули ногу я выложили как нам удобно на сегодня и на вдохе ветки выросли в дерево мизинчиками к себе то есть ладонь немножко вовнутрь назад заворачивается и от этого открывается плечевой сустав и стоим кто на пальцах стоит я не буду даже показывать что такое практикуйте все остальные просто здесь висим пару вдохов и на следующем выдохе опускаем руки аккуратно придерживаемся паха области левую ногу стряхиваем и теперь мы уже идем вниз последняя складка у нас будет поэтому максимально вдумчиво пальчики большие вместе пятки четыре сантиметра в росте копчик подогнули вдох вверх выдох детский прогиб солнечное сплетение вверх вдох вверх руки и выдох пошли в нашу складку уже у нас размято все мы быстро не уходим спину расслабляем вдох столик выдох вниз и теперь помните нашу лягушку ноги расставляем на средне плеч садимся локти у нас оказывается между колен и когда мы ручки вместе складываем смотрите нас бедра сами раскрываются вот так вот носки чуть рост пятки вместе ну внутри носки рост либо так сидим либо кто хочет усложнить эту практику дальше пойти ладони плашмя оставим на кромат попадаются неудобно плашмя оставим на землю так пальцы растопыриваем как лягушки и потом поднимаемся на носочки переносим вес тяжесть тела на руки и поднимаем носки вместе если кто-то делать перевернутые позы только очень аккуратно не рискуйте поднимаемся на голову просто хоп и чуть-чуть стоим здесь все остальные висите просто в летящей лягушке там я стоял потихоньку опускаемся и возвращаемся наш летающую лягушку садимся обратно на пятки и хоп и отличненько вот теперь садимся просто вниз у нас что с вами ой вру простите встаем на коленочке у нас сейчас самое главное будет раскрытие груди поза верблюда камел поз два кулака коленки врозь на 2 кулакова например на стане плеч ставим на носочки сидим пока на пятках берем руки и делаем себе поддержку поясницы чтобы в пояснице ничего себе не сделать в этой безопасности вот так вот пальцами вниз аккуратно закрываем всю эту область и на самом виде плечи уже раскрылись уже по сути пошло раскрытие на вдохе встаем растем через макушку и на выдохе прокручиваем также плечи как мы делаем стоя и раскрываем шею должны чувствовать что тянется шея очень хорошо и господи солнечное сплетение не поясницы в пояснице не должна напряжение поясницы руки не дают поддержку а именно в грудном отделе у нас происходит раскрытие кто хочет может раскрываем руки вот так вот на пяточки их ставим хопа еще больше нас плечи раскрылись еще больше мы дали пространство для сердца для легких и грудной клетки очень сильная практика иногда где даже слезы начинают литься раскрываются у них что-то и нас есть вдохи сначала руки обратно на почки а потом уже все тело поднимаем и садимся обратно пальцы такие звездочки могут быть немножко это хорошо это полезно нам нужно сделать компенсацию после каждого прогиба нужно сделать такую как кошку поэтому пальцами большими наружу хватаем пятки вот так охватываем на вдохе выпрямляемся и на выдохе начинаем скручиваться как раз опять в обратную сторону начинает головы шею грудной отдел позвоночника постепенно 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 идем в пояснице ягодицы остаются у нас на пятках и потом когда мы макушку колли с земли уже после момента взяли хопа подняли ягодицы и вывесились то есть как на руках как на ванкой мозг такой получается я на самом деле макушку могу поднять земли и висеть просто на руках это спина скругляется обратно и на вдохе раскручиваемся тоже сначала поп усаживаем и потом позвонок позвонком обратном порядке усаживаем отлично теперь садимся ножки вытягиваем вперед давайте мы забыли совсем сделать пор пресс давайте сделаем наши велосипедики любимые ляжем просто ножки подняли и левое локоть к правому колену и наоборот можно не опускаться и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6 и 7 и 8 и 9 и 10 и 11 и 12 и хватит или где расслабились сейчас делаем скрутку и уйдем медитацию на вдохе поднимаем правое колено помните куда у нас идет не на грудь а вдоль груди в сторону подмышку коленку подмышку аккуратно так вот складываем она здесь у него атомические формы правильно как будто бы она сюда и было придумано на вдохе коленку вверх правой ладони кверху и на выдохе вся спина остается прямой все туловище прямой вместе с левой ногой а правое колено пошло влево смотрим через правую руку бесконечности при этом лопатки не отрываем то есть то что песнице оторвался нормально хорошо а лопатки лежат на земле мы как бы коленку правую ногу используем как рычаг для скрутки здесь просто дышим расслабляемся и когда расслабляется почувствуете что нога еще ниже пошла еще лучше скрутка тут вам способствует гравитация естественной силы земли ваш вес и на каждом вдохе растем на выдохе еще больше скручиваемся на следующем вдохе поднимаем колено вверх и на выдохе их меняем правая нога легла а левая коленка потянулась к подмышке к левой все эти позы все эти ассы они очень способствуют пищеварению восстановлению движения всех общей жидкости и всего в вашем теле в ее правильной форме стараемся через макушку тянуться и через правую пятку растягиваем туловище на вдохе левую коленку вверх левую ладонь к небу и на выдохе скручиваем вправо поясница у нас скручивается а лопатки лежат на земле то есть правый локоть обе лопатки левый локоть и тыльная сторона левой ладони у меня лежат на земле и смотрю я через левую ладошку в бесконечность и в этой скрутке каждый вдох я правую ножку и туловище вытягиваю через макушку и на выдохе еще чуть чуть больше без усилий просто больше расслабляю и левое колено само тянется к земле еще один док такой и выдох и на вдохе раскручиваемся помните наш шарик такое напряжение все коленки обнимаем лицо напрягаем ноги напрягаем все 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 напрягаем последний раз и на выдохе ложимся в шавасану пятки внутрь носки врозь раскладываемся чтобы нам было удобно приятно нас пятки икры ягодицы вдавливаются в землю пояснице чуть упрямляем попчик подгибаем но не так сильно как позе всадника а чуть-чуть чтобы было удобно лежать без напряжения если поясница выложилась на землю потрясающий грудной отдел позвоночника лопаточки тоже чуть-чуть заводим без усилия чтобы лопатки плашмя легли на землю и потом затылком тоже на коврике лежим локтями предплечьями плечами и тыльными сторонами ладони пальцы стараемся разогнуть не так чтобы приходилось удерживать а естественно что там такое форму приняли и уходим сосредотачиваемся на своем дыхании обращаем внимание как у нас воздух течет по телу как мы вдыхаем прохладу свежесть воздух обогащенным кислородом через нос как он щекочет ноздри немножечко попадает внутрь тела надувает легкие животик раздувается и живота из центра жизни уже такой согретый теплая энергия разливается по всему телу абсолютно вы надуваетесь как шарик такой хороший надувается ваше физическое тело и энергетическое вместе с ним сразу через кожу проходим и раздуваемся прям вместе со своей аурой и выдыхаем обратно через ауру физическое тело все тело сдувается приобретает естественное очистание все в животик этой энергии скапливается и животик через легкие это теплый воздух с целительной энергией как солнечный свет он такая приятная ровная выходит через носик и вдыхаем еще разочек свежий кислород воздух через легкие наполняем легкие они раздуваются дальше в живот цвет уходит живот как шарик и из него как из центра жизни все тело надувается красиво равномерно солнечный такой свет и уже границы физически не важны телом вауру все это раздувается почувствуйте какие вы большие в хорошем смысле этого слова и выдыхаете сдавайте через тело и мысленно перенеситесь на озеро какая-то чистая красивая кристальная вода спокойно озеро которое вы были когда-то либо где вы никогда не были я все время отправляюсь на ганди озеро в горах высоко в гималаях на 4 километрах рядом с кидататом кристально прозрачное озеро вокруг него альпийские такие злобные дуга зеленые песни зеленые детственные не тронутые парит аж вода теплая очень воздух прохладный высокогорная вода очень теплая и даже можно видеть как она парит немножечко и вот вы стоите на берегу этого озера один денежник одна денежник одинешника смотрите готовитесь искупаться но не спешите бежать в воду разбега а потихонечку потрогайте ее пальчиками ног водичка чуть прохладной приятной температуры но немножко прохладная и почувствуйте как ваше тело отзывается от прохладной воды тело такое становится упругим молодым она поджимается сжимается и такое мобилизуется очень здорово и молодое тело становится это вы пальчиками ног попробовали уже воду и постепенно входите в нее в эту прохладу подошве ног почувствуйте как она может немножко щекотит покалывает но очень приятно своей прохладой тонизирует и от этой тонизации как такое легкое покалывание все тело кожи на покров все тело внутри одно становится более подтянутым более здоровым более молодым и уже по щиколотке вы зашли и вода на волшебной водичке она не просто вашу кожу охлаждает она проникает она как бы смешивается с вашим телом и вы заходите в голени в воде уже коленкам подходит коленки омывает это прохладная вода вы не заходите все ваше тело вы прям можете видеть и чувствовать своим внутренним взором как оно становится более упругим более подтянутым по отношению к той части тела которая еще не в воде и вы заходите по бедра базобедренный сустав ягодицы все уходит в эту прохладную воду целительная вода вода она омывает вымывает если в теле что-то есть не дай бог какая-то грязь сдержалась все это уходит освежающий ваш животик животик подтягивается знаете когда водичка холодная он такой тоже так сразу бум в тонус спина по пояснице все вверх по ребрам подкрадывается к груди все уже тело молодое здоровое подтянутые плечи руки скрываются под водой уже по шею стоите и вы чувствуете как это вода омолаживающий эффект на вас волшебный оказывает и подбородочек уже в воде и вы можете почувствовать что вода она как эфир это волшебная вода вы под ней можете дышать спокойно она не густая и вступайте туда все вместе с головой скрываетесь спокойненько под водой стоите почувствуйте как тело все молодое свежие подтянуты как она резонирует отзывается на вот эту практику которая сейчас с вами происходит если где-то еще что-то какой-то там избыточный зажим избыточной энергии этом водичка чтобы умывает вы с водой единым целом становитесь и постепенно не спеша поворачивайтесь обратно к берегу по направлению и начинаете шаг за шагом выходить из воды глазки вас показались макушка в ушки постепенно голова из воды выходит но можете почувствовать что вода она скрывает но вот эта энергия молодость она остается вместе с вами тело остается упругим подтянутым свежим как из воды вы убегаете вас все в таком мобилизированном состоянии плечи руки из воды выходит грудь и по спине вы выходите и вода вниз как бы из вас вытекает но энергия молодость свежесть оздоровительная практика она с вами остается и вот уже по бедра в воде идете на берег выходите вода покидает ваше тело бедра колени отпускает вот вы же выходите из воды свежий теплый приятный воздух и постойте просто внутренним взором себе пробегитесь почувствуйте как вас пульсирует тело резонирует как оно стало моложе более подтянутым более упругим и кожаный покров и все из внутренней органы все у вас такое свежее молодое ваше тело поет песню от этого удовольствия постепенно возвращать свое дыхание обратите внимание на то как свежий обогащенный кислородом воздух через ноздри попадает ваши легкие легкие надуваются животик кислород проникает в тело тело дает тепло этому воздуху солнечную такую приятную энергию целительную эта энергия разливается по всему телу вы надуваетесь как шарик из физического тела в ауру тоже все таки как шарик надувались и издеваетесь обратно через животик легкие через нос еще подсыпав дыхание в своем темпе таких прохладок кислородом обогащенный кислородом воздух на вдохе и тепло на выдохе надуваетесь и издеваетесь и на чередном вдохе подтягиваемся через ручки через ножки на правый бочок переворачиваются в позу ребеночка коленки подгибаем ручки под ушки подкладываем под правое ушко можно так полежать здесь поспать если хочется если нужно как по мере готовности как готовы левые ладошки выпираемся перед телом и помогаем себе подняться садимся либо по-турецки либо в полу лотос либо в полный лотос кому как удобно лишь бы вы сидели на костях а не на ягодицах и при этом спинка у вас могла быть прямая лопаточки вместе соединены глазки пока не открываем разогреваем руки ладошки нагреваем так разводим руки в стороны энергии которая накопилась здесь перед грудью одеваем на глаза одеваем на глаза здесь сидим чуть-чуть потихонечку чувствуем как из ладошек энергия умывает глазки глазки тоже требует особого внимания в нашем теле очень много мы ими работаем и чувствуете как энергия от глаз передается в ладони из ладони чистая такая более спокойная целительная энергия умывает глазки если там какие-то сгустки еще что-то есть не дай бог это все умывается спокойненько уходит в ладошки и с ладошек мы это дело скидываем и потепенно не спешим открываем глазки моргаем спасибо что были со мной сегодня помните что независимо того как вас дальше день проходит вы не спешите минут 10-15 у вас еще получаете выгоду от этой практике тело работает хотя вы уже физически ничего не делаете но тело продолжает работать спасибо за сердечки давайте посмотрим какие у нас вопросы будет ли занятие сохранена запись на странице потому что включил только сейчас да татьяна она будет 24 часа висеть в историях и потом юля вывешивает их на google drive можно по ссылке смотреть вот спасибо большое так в видео простите не могу пустить я потому что это канал волнас фаберлик не мы спасибо пожалуйста спасибо за озеро пожалуйста большое что можете сказать об адифлексе это новый тренажер который вышел у фаберлика вы знаете я их еще не получил поскольку я нахожусь лос-анджелес я попросил чтобы юля мне прислала все тренажеры я за ну прошу и как они настолько будут в мае еще будут заняться да безусловно каждый спасибо большое вам спасибо антонин в занятии у нас каждый вторник gratitude у нас english speakers подключается отлично до gratitude это действительно будем делать намасте со следующего раза есть такая практика в конце йоги смотрите мы каждый вторник и четверг занимаемся в шесть часов вечера вот я надеюсь что очень скоро нас еще будет ежедневное занятие в записи вот окей ребят значит занимаемся каждый день по полчасика спасибо за положительную энергию вам спасибо большое я тоже от вас чувствую очень хорошую энергетику продолжаем с удовольствием да занимаемся каждый день по полчаса взвешиваемся на весах желательно ежедневно либо хотя бы раз в неделю вот питание следите за питанием ну и давайте тогда увидимся во вторник всем хороших выходных спасибо за сердечки вот пока пока